Здравствуйте! Как покляться по-калмыцки правильно? В жизни случаются такие моменты, когда сказанные слова нужно подкрепить торжественным обещанием или заверением, именуемым в русском языке старинным словом – клятва. Клятвы эти, в зависимости от ситуации, произносят разные – и отечеству, и оружию, и верности. Однако общее их название остается неизменным – клятва. Русско-калмыцкий словарь 1964 года, других у нас пока нет, дает единственный подходящий эквивалент этому слову – андгар. Мы его практически все знаем по кляткве джангрин батрмудн андгар. Но если вглядеться в слово андгар, то такую клятву невозможно принести родине или оружию. Почему так? Корень слова андгар – анд, что переводится как «побратим». Названный брат в калмыцком языке – это может значить только одно – клятву андгар приносит друг другу люди. В переводе Липкина речь идет об отчизне. В оригинальном тексте говорится джелюббах хойран ганцхн джангартануги. Это клятва джангру. Она бесспорно будет называться андгар. А как тогда дать клятву родине? Андгар не подходит, ведь это клятва в дружбе и братстве между людьми. В старых айратских текстах есть прекрасное слово «тангрк», которое тоже имеет значение клятва. Слово это очень древнее, оно восходит к основе «тынг», имеющее значение нечто высшее – верхнее, верховное или небо – божество. Клятва «тангрк» очень серьезная. Ее нарушение карается не только людьми, но и высшими силами. А потому наши предки предпочитали умереть, но не нарушать «тангрк». Поэтому ее дают перед божествами, отчизной и оружием. Клятва верности между мужчиной и женщиной называлась «югэабхэ» или «югэээкхэ». Обычно такие клятвы давались после сватовства. Сегодня, когда ведущий какого-нибудь мероприятия говорит «О да, там сурта имы кюндыю гэээк чанавидн». Звучит как «передаем слово». Но для калмыка, незнакомого с русским языком, это будет выглядеть как «даем клятву верности, согласия на свадьбу». И смешно вроде, и грустно. Клятвы между людьми, не относящиеся никакой из перечисленных высшей категории, назывались «амэ олцхэ» – «взять друг у друга слово». Так, когда иератские найоны отправляли по одному сыну на обучение в Тибет вместо «тайши» Байбагаса, то, согласно хроникам, они поклялись «амэ овцлат». Так что в нашем родном языке, в отличие от русского, есть разные виды клятв, и знать о них очень полезно. По материалам статьи Геннадия Корнеева. Команда канала ZAN Online благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо! Благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил. Реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео. С уважением, Максим Цеденов.